ВМП-Авто ВМП-Авто МП-Авто ВмП-Авто ВмП-Авто ВЕМП-Авто Внепр средства В ЕПЕРИ ЕПЕРИ ВмП-Авто ВмП-Авто То есть посмотреть, закоксованы направляющие или нет. Возможно оценить старую смазку и так далее. И так откручиваются болты направляющих. Можно понять, что вот эта зона у машины самая грязная. Здесь происходит огромное воздействие всяких реагентов на колесо. Грязи, которая находится под колесом. То есть это очень важный элемент, который должен быть защищен. Потому что это влияет на безопасность вашего вождения. Мастер сейчас снимает. Откидываем суппорт и осматриваем его. Что можно увидеть? Что в принципе резиновая деталь суппорта находится в хорошем состоянии. Но нужно оценить направляющие. Да, откидываем суппорт. И теперь снимаем колодки. Вынимаем колодки и оцениваем их. На равномерный или неравномерный был износ. Износ происходит неравномерно. То есть это показано на колодке. То есть вот видите, видно. Видно, что отсутствует смазка на торцах колодки. Колодка ходит плохо внутри суппорта. Соответственно, влияет плохо на торможение. У вас идет расход бензина больше. И соответственно, через полгода, если вы используете неправильную смазку, это может привести к заклиниванию суппорта самого и к ремонту диска. На многих автомобилях используются сейчас противоскрипные пластины, которые также снимаются. И они должны быть смазаны. Но дело в том, что даже противоскрипная пластина абсолютно вас может не избавить от скрипа тормозов, если она не смазана. Так что если вы приехали в автосервис, и вам поставят колодки и скрипят, и у вас есть пластины, то возвращайтесь и говорите, чтобы смазалась маска МС-1600. Итак, мы сейчас застаем направляющие, чтобы оценить их состояние, были ли они закоксованы или так далее, и были когда-либо они смазаны смазкой. Ну и вот я смотрю на направляющие и вижу, что смазки очень мало. Соответственно, поршень плохо ходит в суппорте, что в свою очередь тоже влияет на износ тормозных колодок. Для того, чтобы, естественно, все у вас хорошо заработало, машина хорошо тормозила, необходимо смазать направляющие. Это как первый шаг при использовании смазки МС-1600. Это направляющие. Тоже ее оцениваем. Видите, смазки достаточно мало. И, как я уже говорила, нужно смазать смазкой МС-1600. Небольшое количество смазки достаточно, всего несколько грамм. Хорошо промазываем направляющие, чтобы она хорошо ходила в поршни. Смазка обладает шикарной адгезией, не вымывается водой, работает при высоких температурах, обеспечивая хорошую работу поршня. Итак, мы смазали одну направляющую. Я пока временно отложу. И точно так же поступаем с второй направляющей. Небольшое количество смазки. Вообще, для того, чтобы поменять тормозные колодки на вашем автомобиле, достаточно всего лишь 5 грамм смазки. Мы обработали направляющие. И, как я уже говорила, это является первым шагом. Теперь нам нужно обработать тормозные колодки. Для направляющей смазки МС-1600 установили их на тормозной диск. Здесь будут дальше закреплены колодки. И вы можете сами убедиться, как стали ходить направляющие. Они ходят там достаточно легко и свободно, обеспечивая вам комфортную езду и торможение, соответственно. После того, как мы смазали направляющие, переходим ко второму этапу. мы должны обработать смазкой МС-1600 колодки. Очень важный момент. Перед обработкой комплекта колодок их нужно почистить от грязи для того, чтобы обеспечить смазке хорошее прилегание с поверхностью колодки. Здесь есть тормозная пластина. Мы ее тоже должны снять, протереть от грязи. Мы сняли противоскриптную пластину и теперь нам нужно нанести смазку МС-1600. Выдавливаем небольшое количество смазки. Абсолютно чуть-чуть ее нужно. И начинаем размазывать. Еще раз обращаю внимание на нерабочую сторону колодок. Это очень важный момент. Таким образом мы здесь уже обработали. Ставим нашу пластину. Даже вот можно видно на колодках точки соприкосновения, которые наиболее подвергаются воздействию при торможении. Здесь тоже выдавливается небольшое количество смазки. И равномерно распределяем по всей колодке. Кроме того, что мы смазали нерабочую сторону колодок, нам нужно смазать торцы колодок. Для того, чтобы обеспечить ей свободный ход, иногда возникает скрип, при движении, что колодка плохо ходит и возникает скрип. То есть смазка, она также воздействует на то, что устраняет скрип тормозов. Итак, мы смазали наши колодки. И сейчас их будем устанавливать в суппорт. Этапом эффективного применения смазки МС-Т-ЧСШ является смазывание поршня, который находится внутри суппорта, для того, чтобы обеспечить ему плавный ход в цилиндре. Для того, чтобы нанести туда смазку МС-1600, воспользуйтесь, пожалуйста, шприцом, но опытные механики знают, как это делать. Мы переходим к заключительному этапу, это сбору тормозной системы. Я еще раз повторю, что мы сделали. Мы доставали направляющие, смазали их смазкой МС-1600, обеспечивая им плавный ход. Мы смазали комплект колодок с нерабочей стороны, и торцы колодок также были обработаны. И заложили небольшое количество смазки МС-1600 в поршень, который тоже будет плавно ходить внутри цилиндра. И теперь мы приступаем к сборке колеса. Все. Итак, мы можем убедиться, что универсальная смазка работает. Она эффективно устранила скрипт на этом автомобиле. Пользуйтесь ею и просите ваших механиков обработать колодки, когда вы будете их менять в начале или осенью, в конце сезона.